Выхода к морю у нас нет, но тем не менее в Новосибирске стартуют и финишируют кругосветные плавания. Репортаж Екатерины Гагариной. С цветами, улыбками и песнями встречает в Новосибирске Анатолия Кулика, путешественника, который обогнул земной шар на надувном катамаране. Пассажиры рейса 860 Бангкок-Новосибирск, очевидно, не ожидали столь душевного приема в аэропорту Толмачева. И присутствию репортеров, мягко говоря, удивились. Но вот, наконец, и сам путешественник. Анатолий Кулик и его команда пробыли в открытом океане 13 месяцев, чтобы воплотить в жизнь амбициозную мечту – кругосветное путешествие. В общем, мы приехали. И я даже не знаю, что сказать, потому что сказать, что там было тяжело, это ни о чем не сказать. Немного придя в себя, путешественник признался, на такую авантюру, как Эда, не отважится больше никогда. И ходить под парусом будет только по водам российских рек. Океан – чуждая нам стихия совершенно. Красивая на картинах, она красивая, не знаю, с берега. Она красивая, хорошо, когда рядом кондиционер и ресторан работают, и пиво холодное подают. Когда ты в океане, что там, значит, океан – это тяжело. Океан – это тяжелая работа. И это стихия, в которой человек не вырос. Это не его стихия. Человек вырос на земле, и он должен жить там. Путешественники огибали планету в четыре этапа. При этом постоянно модернизировали надувной парусник, чтобы он смог выдержать удары океанской стихии и даже атаки акул. Общая протяженность маршрута составила 32 тысячи километров. Экспедиция длилась пять лет и завершилась на острове Пхукет. Сегодня моряки признаются – в плавание отправились, чтобы лучше узнать себя и показать всему миру, на что способны сибиряки. Екатерина Гагарина, Андрей Мышкин, Вести Новосибирск.